Слава Богу, Слава Богу! Однажды я ходил по улице, мне сказали, а мальчик рассказывал своей маме, что мама, мама, смотри, Аллилуйя идет. Потому что многие люди, дети особенно, привыкли слышать слова Аллилуйя, Слава Богу, и они решили, что это мое имя. На самом деле мое имя Генри Мадава, я пастор Церкви Победы, и с вами сегодня в эфире Голос Победы. Мы очень рады, что вы с нами, во Христе мы всегда побеждаем. Потому что вся есть победа, победивший мир, вера наша, вера в Иисуса Христа. Но вот замерите, когда Иисус Христос умер и вознесся, Он сказал, я пошлю к вам другого утешителя. Он имел в виду Дух Святой. Замерите, что Дух Святой, Он жизнендающий Дух. Он дает нам жизнь. Везде, где появляется Дух Святой, там жизнь. То ли это в теле, это исцеление. В твоем Духе это рождение свыше. В твоей Душе это утешение и мир. Куда бы ни пришел Дух Святой, там жизнь. В семье, в бизнесе и в любом деле. Дух Святой, жизнендающий Дух. Будем слушать. Дух Святой, жизнендающий Дух. Заметите, все Божие, что в нашей жизни, оно приходит к нам и передается нам Духом Святым. Нет ничего, что в твоей жизни, что ты получил, что похоже на то, что оно Божие, и оно пришло каким-то путем, который не является через Духа Святого. Такого нет. То ли это песня тебе пришла от Бога, ты стал добрым человеком, ты стал человеком другим. Это все принес Дух Святой. Это и Божия жизнь в нас, и Божие качества в нас, которые от Него. Дух Святой приносит нам Божию жизнь. И Дух Святой, который приносит нам Божию жизнь, Он приходит в нашу жизнь в момент покаяния. Там, где Дух Святой, туда, куда Он приходит, туда приходит жизнь. И оттуда убегает смерть. Потому что там, где Дух Господен, там свобода. Если там была несвобода, то эта несвобода начинает убежать. Момент рождения свыше – это момент перемены, поворота для христианина. Посланник Римлянам, 8 глава, 15-16 стих Библии говорит, «Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – Дети Божьи. Заметите, человек неверующий, он мертвый по отношению к Богу. Его Дух мертвый. Нет ничего Божьего внутри, кроме того первоначалного, того, что Бог создал всех людей по своему подобию и по своему образу. Но это подобие и образ внутри мертвый. Так, теперь, когда мы пришли к Богу, покаялись искренне на самом деле, то что происходит? Дух Святой приходит в нашу жизнь и вдыхает Божью жизнь в нас. Когда Бог создал Адама из праха земли, Адам, его тело был мертвым, вообще мертвым. Как это тело ожило? Бог вдыхал. И тело Адама, сердце заработало, глаза начали моргать, уши начали слышать, язык начал чувствовать. Только тогда и тело ожило. Но тогда Адам не был мертвый для Бога. Он был живым. Поэтому вот так человек стал живым, когда Бог вдыхал в него дыхание жизни. А потом Адам согрешил. Он продолжал дышать, он продолжал быть живым, но его дух умер. И для того, чтобы снова вернуться к тому состоянию, в момент покаяния, в момент принятия Иисуса, снова Бог вдыхает дыхание жизни. Через Духа Святого, и мы становимся духовно живыми. В Евангелии от Иоанна 3, 4 по 6, Библия говорит так. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели ему надо в другой раз войти в утроб матри своей и родиться? Иисус говорит ему, нет, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти через наши родители есть плот, а рожденное от Духа есть Дух. Быть христианином – это результат рождения от Духа Божьего. Вот поэтому, когда Бог говорит, что у тебя есть способность внутри, ты не имеешь права сказать, что нет, потому что, когда ты родился от Духа, Он переделал тебя и вложил туда божественные способности. Что же делается, когда Бог приходит, Его жизнь в нас? Что она там делает? Первое, получается, Божьи качества появляются в нашей жизни. Это вот поэтому иногда не можешь объяснять. Раньше ты легко выходил из себя, а сейчас как будто какая-то внутренняя сила тебя переделал. И нет объяснения. А потому что Божьи качества потихоньку начинают через тебя проявляться. Дух Божий, Божья жизнь в нас, оно дает жизнь нашему телу. В Кремлянам 8, 8 глава, 9 и 11 стих, Библия говорит так. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. А если кто Духа Христова не имеет, то и не Его. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. То есть, Божья жизнь в нас, Дух Божий в нас, Он оживляет наши, наших тела. А как Он оживляет? Исцеление, скажите исцеление, скажи крепость, скажи физические обновления. Он не только укрепляет наши физические тела. Библия говорит так. Дух Святой в нас, Он приносит радость, мир, праведность в нашей душе и в мышлениях. Заметите, понятие радость настоящий, мир, праведность, имеется в виду внутренний наклонность к правильным вещам. Праведность, которая от Бога, которая в нас производит действия и мышления праведнее. Это тоже приходит от Духа Божьего. Даже Библия говорит Галатам, 5 глава 22-23 стих. Написано там так. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. На таковых нет закона. Эти качества делают тебя суперчеловеком. И дальше. Не только радость и мир и праведность, но Бог желает, чтобы в нашей жизни появилось действие так называемой закона Духа Жизни. Согласно посланию к римлянам, 8 глава, начинаем со 2 стиха. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. По мышлению плотские суть смерть, а по мышлению духовнее жизнь и мир. Так. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Как мы узнаем? Мы узнаем по тому, насколько он может побеждать действие Духа, действие закона греха и смерти. Единственное, что может победить действие закона греха и смерти, это закон Духа Жизни во Христе Иисусе. А закон Духа Жизни во Христе Иисусе включается только тогда, когда я имею Духа Христова. Понимая, что он дает нам жизнь, теперь важно понять принцип его работы, как он в нас работает. Потому что когда я знаю, я легче поверю, я могу ожидать. Когда я не знаю, мне тяжело поверить. Поэтому как же он у нас работает? Согласно Пасам Кефисианам, 3 глава, 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваше, чтобы вы укорененнее и утвержденнее в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь первосходящую уразумение любовь Христовой, дабы вам исполнится всей полнотой Божией. И тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим и о чем помышляем». Принципы его рабдействия. Так, он живет в нас и действует внутри нас. Вот почему важно возложить руки на полныш, потому что эта сила где находится в тебе. Дальше, Библия говорит, чтобы вы укоренились и утвержденнее были в любви и воле Божией. Третье, Дух Святой, принцип работы, действует в нас силой. Вот если будешь воскресать мертвых, эта сила не с неба идет, она в тебе. Скажи Амин. Если ты будешь очищать прокаженных, эта сила находится уже в тебе и во мне. Если ты будешь сгонять бесов, эта сила уже находится замерите уже. Скажи уже. Вот все, что надо это оживлять то, что внутри тебя и развивать. И самое радостное, он не только действует силой. Мы храм Бога живого. Почему? Потому что Дух Божий живет в нас. Согласно 1 Коринфянам 3.16-17 Библия говорит так. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Смотри, скажите со мной, я храм Бога живого. Скажи, потому что в Духе Святом Бог живет во мне. Первое осторожное отношение с Духом Святым, который в нас. Не угощай Его. Он большой, Он всем могучий, Он пришел с тобой работать, Он знает миссию Божьей о тебе, Он поможет тебе, но Он говорит, со все, что я умею, ты имеешь включатель. Ты можешь меня угощать и выключить огонь, который во мне о тебе. Для того, чтобы не угощать Его, нужно слушать и слушаться Его подсказок. Не игнорируй Его внутренний голос и совесть твою. Не игнорируй. Не иди против Него регулярно. Еще не надо идти против тех, кого Он поставил твоей жизни над тобою. Второе осторожное отношение называется не огорчать и не оскорблять Его. К официанам 4 глава 25 по 32. Посему отвергнув ложь, говорите истину каждому ближному своему, потому что мы член друг другу. Гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. Это 27 стих. 28 говорится, кто крал, приди не кради, лучше труды сделай своими руками. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры и доставлало благодать слушающим. И поэтому и не оскорбляйте Святого Духа Божия, который вы запечатлен в день скупления. Всякое раздражение, ярус и гнев и крик, злоречие, со всякой злобой да будут удаленять вас. 32 Но будьте друг добры, сострадателем и прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Чем же мы огорчаем? Исходя из этого списка, который мы читали, никогда, никогда, вообще никогда не выбирай сторону дьявола. Как с ним дружно идти? Как двигаться так, чтобы все было хорошо? Первое. Слово Божие это важно для Духа Святого. Дело в том, что Дух Святой он приносит жизнь, но Иисус сказал, мои слова, которые я говорю, они сут жизнь. То есть Слова Христовы, а не Дух. Скажи Слово Божие. Это Дух. Поэтому Дух Святой ему хорошо, когда мы слушаем Слово Божие. Номер два. Нужна молитва в Духе. Когда мы молимся в Духе, это сильно укрепляет наш Дух, и это дает нам Духу Святому возможность с нами сотрудничать. Поскольку Дух Святой с нами работает исключительно через наш Дух. Когда наш Дух крепкий и чувствительный к Духу, духовному миру, то сотрудничество Духа Святого с нами становится гораздо легче. И третье. Общаться с людьми, которые рождены свыше и в Духе. Я не говорю, что не надо общаться с неверующими друзьями. Надо по работе, по всем вопросам, которые надо. Но если хочешь крепость в Духе, будь человеком, который общается с рожденными свыше христианами. От Люки 24, будем читать 16 и 32 стих. Они ходят по дороге, Иисус присоединяется к ним, и глаза их были удержаны, так что они его не узнали. Они говорят, но они сказали друг другу. Не горело ли сердце нас, в нас сердце наше, когда он говорил нам подар на дороге, когда изъяснили нам Писание. Когда мы общаемся с верующими людьми, люди, которые говорят о Божьих вещах, хорошие люди, наше сердце во-первых узнает, во-вторых мы укрепляемся, все становится лучше. Поэтому они не узнавали его, но они сердце узнало. Правильное общение важно. Четвертое. Не убегай от твоего предназначения и плана Божьего о тебе. Как бы тебя не расстроили, как бы плохо не стало, как бы ты не тем занимался, беги, покайся, поменяйся, помоги мне, восстанови меня, но не дайте мне уйти от своего предназначения и призвания. Никогда передай другим то жизнь Божия, которая в тебе. Вот как передать? Так как Иисус говорил в Иоанн 6, 63, Он сказал, слова, которые говорю, они сут Дух. Говори Слово Божие другим. Я не имею ввиду, цитируем Библию, при возможности, пожалуйста, иногда не надо цитировать Библию, иногда покажи принцип. Вы понимаете, если ты хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. Ну да, это разумно. Они не в курсе, что ты из Библии взял. Но не переживай, если это слово из Библии они сут Дух, они повлияют на людей. Поэтому передавай другим людям, молись за них и общайся с ними. Удивительно, общение с христианином всегда приносит благословение. Дух Святой живет в тебе на постоянной основе. скажи, Дух Святой живет во мне на постоянной основе. Скажи, Дух Святой принес Божий план обо мне. Скажи, и он его знает хорошо. Скажи, во мне есть план Божий. Дух Святой его принес. Скажи, и Дух Святой его хорошо знает. скажи, он не только хорошо знает. Говорите, скажи, Дух Святой не только знает Божий план, но он знает как и что делать, чтобы его исполнить. Скажи, сила его и способность его во мне не ограничена. Скажи, он сильный, он способный, без границ. Скажи, но все зависит от меня. Слава Господу! Вы знаете, когда Дух Святой пришел в мою жизнь, моя жизнь изменилась. Почему? Посторонная жизнь, которой не было до этого, вошла в мою жизнь. и уже я и жизнь Божия вместе проявлялась по-другому. Вот когда Дух Святой приходит, ты есть, Божья жизнь вошла, а новое, что проявляется, это не до конца ты, не до конца Дух Святой, потому что он влияет на тебя и он проявляется через тебя. Вы знаете, это так важно всегда помнить. А Дух Святой не может работать твоей жизни, если ты не принял Иисуса в своем сердце. Вот только те, которые приняли его, он дает жизнь. Но перед тем, как я помолюсь с вами, даю вам возможность подумать, сегодня хочешь ли принять Иисуса. Но перед тем, как мы помолимся, чтобы вы посмотрели на некоторые свидетельства людей, которые получили жизнь Божия в телах своих и получили исцеление. Чудо от Бога. Давайте посмотрим. Идти до краев земли и проповедовать Евангелие, призыв Господа Иисуса, который остается неизменным. С 2003 года служение Христос для всех городов расширяет границы и завоевывает новые территории для Царства Божьего, проповедуя Евангелие в странах Азии, Африки и Европы. Тысячи людей, слыша благую весть, обретают спасение, исцеление и восстановление. Если Бог сказал, не важно, какие обстоятельства происходят, не важно, какие штормы пришли, обещание Божье верни. Оно не зависит от обстоятельств. вера открывает двери Господу Иисусу, чтобы Он вошел в твой дом, вошел в твою жизнь, в твои обстоятельства, принес прощение грехов, принес исцеление и принес перемену. Надо открывать твое сердце верою. Вот это правая лопатка у меня до карантина началась такая боль сильная, постоянно они менее как мурашки, сейчас боль прошла. Господь, спасибо тебе за это. Евдокия, у вас имя красивое, что с вами произошло? Чашесть позвоночника и отечность ноги. Как давно оно было отечность ноги? Ну, уже с полгода, наверное. С полгода, а позвоночник? Позвоночник давно уже. И сейчас нету боли? Нет, сейчас нормально. Нет? Спасибо тебе, Господь, за это. На протяжении года были проблемы с поджелудочной. Она прям мучилась от боли и сейчас боль прошла. А где поджелудочная? Вот здесь. И сейчас боль прошла? Очень сильно болела, да, и щитовидка очень сильно болела. И когда вы молились, просто вот почувствовала тепло, и как будто что-то вот... Это было не тепло солнца? Нет. Другое оно? Да. Спасибо тебе, Господь, за это. Рай, у вас была боли в плече? В каком? Так, в правом. В правом? В сердце еще? В сердце колика была и перебои. Колени болели сильно. А сейчас поднялась по лестнице сама, то мне нужно было держаться, подняться, а я поднялась. Слава Богу, я за вас рад, и Церковь Победа рада за вас. Вы тоже рады или нет? Спасибо тебе, Господь. У Аллы удалили желчный пузырь, из-за чего была тяжесть в печени. Во время молитвы она почувствовала легкость. У вас была тяжесть в печени? Да, да. Когда вас удалили желчный пузырь? Пять лет тому назад. А что сегодня случилось? Легкость. Легкость? Легкость, да. Боже, спасибо тебе. У Лили была сильная боль в левом плечевом суставе, и было сложно поднимать руку, и боль прям отдавала в пальцы. Сейчас боль полностью прошла. Ты можешь поднять эту левую и назад, и вот так. Боже, спасибо тебе за это. Это так хорошо, потому что сила Духа Святого реальная сила. На самом деле помогает и меняет жизнь. И сегодня я предлагаю вам, чтобы вы приняли эту жизнь. пастор Генри, как нужно принять Иисуса в свое сердце, и тогда жизни, которая в Духе Святом придет в твою жизнь. Если вы приняли решение, хочу покаяться, принять Иисуса, примириться с Богом, помолитесь со мной. Скажите, Отец Небесный, прости меня все мои грехи, войди в мое сердце, Иисус, и будь моим Господом с этого дня во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились эту молитву искренне, вы сегодня Божье дитё и Божья жизнь вошла внутри. А теперь я хочу помолиться с вами. Если вы болеете в теле, возложите руку там, где болеют в вашем теле. Отец, благодарю тебя за жизнь твою, ибо если Дух, который воскресил Иисуса из мертвых живёт в нас, оживотворит наши мёртвые тела. Поэтому я прошу оживотворения в теле, в душе, во всех вопросах жизни, с этого дня во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Мы вас очень любим, и мы так рады, что Бог любит вас тоже. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...